Ребята, всем привет! Вы на канале Морская Жизнь. Сегодня я хотел бы поговорить с вами про огнетушители, которые есть на судне, как ими пользоваться и какие классы пожаров они тушат. И также немножко поговорим про обслуживание огнетушителей. Для начала давайте поговорим о том, что собой представляет огнетушитель. Огнетушитель представляет собой сосуд под давлением, предназначенный для тушения пожара на ранней стадии. И давление внутри огнетушителя используется для выталкивания огнетущего вещества, которое будет подавлять, тушить, охлаждать или химически препятствовать распространению огню. Может быть также комбинация двух или более вот этих эффектов, которые я перечислил. И все огнетушители, они соответствуют Fire Safety System Code. То есть, ну это не наша задача, все вот эти требования, они все уже выполнены и все должно исправно работать. Нам что нужно знать, как им правильно пользоваться, как производить maintenance и когда заказывать сервис на огнетушители. Итак, на судне огнетушители вы можете видеть везде. Они оборудованы ими, жилые помещения, да, все по настройке, все коридоры, оливей, камбус и так далее. А также служебные помещения и посты управления. Вот, они переносные, переносного типа. Все переносные типы огнетушителей. Есть Fixed Fire System, вот, а это мы не будем рассматривать. Сегодня мы поговорим об огнетушителях. Итак, все они расположены и готовы уже к использованию. Вот, в хорошо просматриваемых местах, доступных и должны быть близко к очагу пожара. И соответствующий тип огнетушителя к определенным классам пожара. Это вот вы видите на слайде. Здесь есть типы пожаров, которые... Типы пожаров, вот, и огнетушитель подходит, если на нем такая вот леба, к примеру, вот А, да, то есть он тушит огнетушитель пожара класса А. И вот класса Б, С и так далее. Теперь давайте поговорим конкретно об огнетушителях, которые есть на судне. На этом слайде вы видите Dry Powder Extinguisher, то есть порошковый огнетушитель. И здесь вы видите картинку, которая была у меня, юниторовский слева, первая картинка, и справа, которые еще, может быть, как они еще могут выглядеть. Вот этот огнетушитель, видите, еще называют ABC Powder. Почему ABC? Потому что он тушит как раз, ну, подходит для тушения трех классов пожаров. Класс А, горение твердых веществ. Класс Б, горение жидких веществ. И класс С, горение газообразных веществ. Сухой порошок быстро подавляет пламя и может использоваться при возгорании электрооборудования под напряжением. Тем не менее, он может быть неэффективен против огня, который глубоко, если так можно выразиться, глубоко залег. И это, вот, мы видим на следующем слайде. Вот, смотрите, он подходит также для тушения пожаров, как я говорил, электрооборудования. Максимально, видите, 1000 вольт. Вот, минимальную дистанцию вам нужно хранить 1 метр. Вот, у меня был на судне юниторский, 6 килограмм, вот, ABC Powder. В основном, у вас будут такие же, по характеристике. Может, фирма юнитор, но 6 килограмм, ABC. Вот, везде вы можете видеть его по настройке, в машинном отделении. Это самый такой ходовой, можно сказать, универсальный огнетушитель. И теперь, как им пользоваться. Operating Instructions. Очень все просто. Первый шаг, видите, вы выдергиваете пломбу. Вот, Safety Pin, такая вот, видите, она, желтая здесь на слайде. Вот, потом нажимаете Handle, вот, ручку нажимаете. И направляете вот это вот сопло, вот, направляете на очаг пожара. И все. Следующий огнетушитель, это CO2. Углекислотный огнетушитель. На моем судне был и фирмой тоже юнитор. Вот, 5 килограммовый, видите, вот такой вот он на слайде. Довольно-таки высокий, длинный. Вот, и в чем разница между предыдущим огнетушителем и здесь? Контейнер этого огнетушителя, он не соединяется из нескольких частей. Вот, он не сварный, вот, он монолитный, литой контейнер. Это необходимо из-за того, что газ хранится в виде жидкости под давлением. И когда вы используете этот огнетушитель, давление, вот, очень большое. Теперь давайте рассмотрим инструкции по применению. Как им пользоваться? На левой картинке вы видите общие инструкции. Вот, и здесь справа те, которые были вот уже конкретно у нас. Но инструкции, они одинаковые. Первое, вы тоже вытаскиваете safety pin. Видите, здесь он другого цвета. Потом направляете вот это сопло на очаг пожара и нажимаете ручку. Какие меры предосторожности при использовании огнетушителем? Первое, это то, что при расширении испарения CO2 происходит процесс охлаждения. И поэтому может возникнуть опасность обморожения. Если выпускной патрубок вы держите неправильно. То есть вы можете просто себе обморозить руку, смотрите аккуратно. Второе, при использовании огнетушителя CO2 во взрывоопасной атмосфере лучше поставить его на землю. Вот, чтобы рассеять любые электростатические изменения. Также после того, как он разряжен, не оставайтесь в этом помещении, так как это может вызвать асфиксию. Не следует использовать его без разрядного рожка, потому что это вызовет увеличение интенсивности пожара. Также есть опасность для вашего здоровья, если вы используете его в небольших и непроветриваемых помещениях. Огнетушитель используется для тушения пожаров класса B, C и также горячего электрооборудования. Поэтому вы можете видеть его на мостике, вот где куча электрооборудования, и также в ЦПУ, в engine control room. Что важно знать, что порошковый огнетушитель, когда вы его используете, вы его можете несколько раз останавливать, и потом продолжать его тушить. Вот, допустим, вы хотите перенести в другое место, развернуться, к примеру, и еще тушить. Вы можете несколько раз его использовать. А CO2, когда вы один раз нажали, больше вы его не остановите, пока не выйдет весь разряд этого баллона. Следующий огнетушитель, это пенный огнетушитель. На моем судне был снова фирма Юниторовский, 6 литров. Это видно на слайде. Какие классы пожаров он тушит? Пожары класса A, B и F. F – это горение масла. Это подходит для кампуса. Но есть более подходящий огнетушитель для тушения таких пожаров. Ну, его тоже можно использовать. И следующий слайд – как им пользоваться. Все инструкции, видите, одинаковые. Вы вытаскиваете safety pin, нажимаете handle, и потом направляете сопла на очаг пожара, и начинаете тушить. Wheels Foam Extinguisher. Здесь у меня был тоже фирма Юниторовский. Их на судне есть 45 литров и 135 литров. Почему они, видите, на колесиках? Потому что баллон достаточно большой, и вот, к примеру, 135 литров, да, он весит 218 килограмм. Поэтому так вы его не перенесете, его нужно катить. В основном это находится вот в машинном отделении. Вот такие огнетушители, ну, для тушения пожаров там. Тушит он пожары класса A и B. И как им пользоваться? Тут немножко отличается инструкция. Сначала нужно развернуть вот этот вот хоус, его рукав. Вот, затем снова safety pin. Второй шаг. Третий шаг. Вот, нужно клапан вот этого CO2, вот, опустить вниз. И потом уже использовать в такой, видите, как пистолет. Вот, вы нажимаете, направляете его на очаг пожара и начинаете тушить. И заключительный огнетушитель, который я хотел вам рассказать, тот, который как раз используется на камбузе, это Wet Chemical Fire Exhibition. Итак, обычно его поставляют с такой длинной трубкой, которая помогает безопасно выпускать эту пену. Влажное химическое вещество образует на поверхности горячего масла или жира вот толстое мыльное такое пенообразующее покрытие, такое как покрывало. И вот это покрывало, оно препятствует доступу кислорода к огню и, соответственно, гасит пламя. И теперь давайте пару слов. Самое важное, что нужно знать при проверке и мейтеннессе огнетушителей. Первое, что вам нужно проверять, это общее состояние. Проверять наличие всевозможных механических повреждений, изломов, трещин, коррозии и так далее. Также необходимо проверять клапан на наличие видимых повреждений. Обращайте внимание на огнетушитель, вот, к примеру, в Dry Powder есть такая вот точка на крышке. Вот она пока... Эта точка, ну, как индикатор. Вот она может быть зеленой и красной, а индикатор это показывает внутреннее давление баллона сжатого воздуха. То есть красный, это значит, что его нужно заменить. Вот зеленый, что с ним все хорошо. Не забывайте осмотреть пломбу, этот сил, если она повреждена или ее вообще нет. Скорее всего, кто-то воспользовался огнетушителем и вам просто об этом не сказал. Также необходимо осмотреть на наклейку прошлого ежегодного сервиса. вот, смотреть, чтобы она была там, чтобы все там было хорошо и от этого вы смотрите дату следующего сервиса. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Всем спасибо за внимание. Пока.